Всем привет, дамы и господа! Добрейший денечек! С вами Криптофатеев и сегодня у нас обзор линга криптовалют. Последние новости за 24 часа. Некоторые прогнозы по биткоину. Ну и также эксперты, миллионеры, миллиардеры и просто успешные люди меняют мнение по своим прогнозам на биткоин. Раньше они говорили, что уже вот-вот у нас будет To The Moon. Или по крайней мере то, что сейчас самое время покупать биткоин. Ну когда биткоин стоил там 4 тысячи, 5 тысяч долларов. Ну а сейчас они говорят, что все, с биткоином все закончено. Ну и об этом мы разберемся и поговорим чуть позже. Что касается рынка криптовалют, самого сейчас мы видим, что к биткоину у криптовалютных активов очень сильная просадка. И сейчас мы видим, что также не все еще восстановились после вот такого вот некого, конечно, падения, которое длилось у нас до этого. Ну вчера было восстановление, но сегодня опять вот такие у нас такая ситуация, когда все-таки консолидация. И, соответственно, мы видим, что биткоин торгуется около 3 тысяч 500 долларов. И сейчас мы видим, что капитализация всего рынка составляет 111 миллиардов долларов. Вернулась некая волатильность на криптовалютный рынок по сравнению с сентябрем, октябрь месяц. Да, действительно, когда мы видели там биткоин, где он торговался все время у зоны 6300-6400. Но сейчас, несмотря на то, что вернулась волатильность, да, действительно, можно зарабатывать на падающем рынке. Нужно уметь и, главное, знать, как это делать. Если что, у меня есть вип-канал, стоимость там 199 долларов. Так и остается в случае сверхценной информации и, естественно, хороших прогнозов. Я повышу ценник. Ну и, соответственно, 99 долларов у нас YouTube стоит. YouTube – это кейсы. Кейсы по YouTube как, ну, простой способ, самый обычный, как на 100 долларов выйти на следующий день, как я это делал. Что касается самого биткоина, давайте посмотрим, что у нас здесь. Видим, что здесь у нас подтверждение моих слов еще позавчера, что зона поддержки оказалась 3300. Единственный вопрос, насколько это долго будет. Также мы видим, что здесь шорты сильно снизились. То есть, практически вчера это был максимум. Но нужно учитывать и учесть одну такую простую вещь. А что это вообще за шорты, да? То есть, может, возможно, там люди открыли позиции в 0.001 биткоин или 0.01 биткоин. То есть, вот это неизвестно, да? Что это за позиции были? Или, возможно, там позиции, которые открывались 1 биткоин, 2 биткоина, но никак не 10, не 100, не 1000 биткоинов. То есть, нужно, опять-таки, в этом разобраться. Это у нас Bitfenix. Поэтому есть вопрос. По поводу лангов. Опять-таки, у нас здесь ланги тоже чуть просили на вечер. И сейчас чуть восстановились, но не сильно. Не сильно. Позиции там на 1000 прибавилось. Поэтому, о чем можно здесь говорить? К шортам огромные вопросы. К лангам, в принципе, вопросов нету. Они как лежали, практически так и лежат. Как тузымунеры у нас тузымунили и пытались тузымунить со скольки? У нас там 4000, там были какие-то прогнозы, что там будет тузымун или 3800. Так, в принципе, там в лангах они и остаются, если уже не перешли на шортовую позицию. Что касается сейчас, думаю, консолидация будет. Нас помаринуют немного, но думаю, что не сильно. Хотя, вот здесь у нас есть тень, которая упала на 3800. Вот видите, вот тень. Тень упала на 3800. И, соответственно, в связи с этим здесь очень интересные новости от Бобби Ли. Ну, это такой же миллиардер, как Том Ли, который любит поговорить. Такой вот сказочник, ну, артист, можно так сказать. И он говорит о том, что... Если он до этого, кстати, говорил о том, что сейчас самое время покупать биткоин, когда это было 4 декабря. Почему у нас там 4 декабря был биткоин? Давайте посмотрим. 4 декабря у нас биткоин торговался около... Ну, вот здесь. 4 декабря, вот 4000. Вот как раз вот здесь восстановление пошло. Вот здесь выпустилась новость, выкинулась. Вот, 4000. И потом жесткий пролив на... Ну, считай, на 700 долларов. И, соответственно, мы можем заметить, что... Ну, вот этот же Бобби Ли говорил, что это Фома, что все сейчас распродают, вы должны покупать, вы сильные руки, в следующем году Тузе Мун и так далее, тому подобное. То есть он такое говорил. И, соответственно, здесь сейчас, уже 7 декабря... Ну, 7 декабря уже позавчера было. Здесь говорится о том, что... Нет, ребятки. В январе 19-го года у нас следующая цена по биткоину будет 2500 долларов. А вот уже, кстати, в 20-м году или в 21-м у нас цена биткоина будет 333 тысячи долларов. Ну и потом, конечно, биткоин упадет, но упадет он-то всего лишь там на 41 тысячи долларов. В 23-м году, в январе. С чего он это взял? Каким образом? Что за теханализ? Является ли он чертилой, который все время чертит тут какие-то графики и пытается предугадать движение биткоина? Я не знаю. Да, действительно, это миллиардеры, да, уважение такие люди, да, их нужно слушаться. Но на таком рынке нужно делать все наоборот. Как, соответственно, у меня был видеоролик про то, что Джон Макафи, и все призывают покупать биткоин, когда он стоил там выше 4000 долларов. А я говорил, что не-не-не, нельзя покупать биткоин. Ну и, соответственно, тут уже у нас есть циферки такие, что может быть даже биткоин за 2000 долларов. И все это, кстати, основывается не то, что на теханализе, это все скорее основывается на предыдущих ценах, на предыдущих падениях, а именно минус в процентном соотношении от максимальной цены биткоина. Поэтому я считаю, вот даже не имея таким особым владением английского языка, можно разобраться насчет чего и на основе чего Бобби Ли сделал такие выводы. Что касается, значит, других новостей позитивных для To The Moon, я подобрал, потому что когда ты говоришь про To The Moon, твои видео лайкают, а когда не говоришь про To The Moon, твои видео дизлайкают. И поэтому у нас такой менталитет, который надо быстрее заработать на ICO, надо все вложить, все свои деньги, и надо быстро зарабатывать. Тут и бакты Fidelity принесут в криптовалюту колоссальный объем капитала, об этом сказал генеральный директор Panteo Capital SEO. И я хочу сказать, что этот же генеральный директор говорил о том, что когда биткоин стоил 6400, что вы можете купить 1 биткоин и 2 вам халяву идет. То есть он имел в виду, что при покупке в ценовой категории 19-18 тысяч долларов, в зависимости от того, что биткоин стоил 6300, 6400, вы можете получить 2 биткоина в подарок. А сейчас вы по факту можете уже получить, покупая за 6000, практически 1,9 биткоинов в подарок. И тут говорится, что если они заглянут на 5 лет вперед, то он думает, что эти события будут ключевыми, которые приводят и привели бы к огромному количеству капитала в криптовалюту, в эту индустрию. Ну и также тут говорится про ETF. Сек не хочет, чтобы вдовы и сироты покупали биткоин ETF. Они, кстати, даже не знают, что является ли биткоин официально безопасным. Мало кто знает, что последний класс актив, который был сертифицирован для ETF, это был медный. А на это ушло 3 года, хотя медь просуществовала около 8000 лет. Вот такое у нас сравнение, но что хочется сказать, что лично биткоин-евангелист Андреас Антонополос говорит о том, что биткоин ETF это все хорошо, это ламба, это огромная капитализация рынка, это все разбогатеют и так далее. Но нужно учитывать, что биткоин и вообще ключи вот эти, которые расшифровывают майнеры и так далее. То есть Андреас Антонополос сказал, что биткоин ETF это плохая идея и по сущности вам должен принадлежать биткоин, а не вот биткоин ETF и не вот эти бумажки, грубо говоря физический биткоин. Поэтому делайте выводы господа. Что касается, также Том Ли, он заявил, что биткоин обязательно вырастет, но не в этом году и не в следующем. Видите как? То есть биткоин вырастет, но уже не в этом году и даже не 15000 долларов, когда аналитик изменил свой прогноз в последний раз, а уже вот, ну может в следующем, а может и не в следующем. То есть тут даже говорится не в следующем. То есть даже в 2019 году биткоин не вырастет. С его слов. И сейчас он говорит, что идет коррекция, цена биткоина упала ниже 200-дневной скользящей EMEI и спустя время она вновь вырастет. Пусть не в ближайшие 3 месяца или год, но в течение 2-3 лет это точно. И сейчас золотое время для участников криптоиндустрии, поэтому покупайте снова биткоины, я разрешаю. Но, соответственно, вот такие вот у нас новости. Очень интересно меняется мнение аналитиков. Но дело в том, что да, действительно, тут можно сказать, что вау, да ты тоже ошибался, чувак, ты же тоже изменял свое мнение, там туда-сюда. Но дело в том, что всегда в любом видеоролике я говорил, что рынок у нас находится в медвежьем тренде. То есть там, если уши почистить, то там действительно можно услышать такие слова, что, да, действительно, я такое утверждал. И когда я говорил про To The Moon, это пробитие локальных зон, да. Когда у нас биткоин пробивал там 7000 долларов, да, был To The Moon. Но To The Moon не в глобальном смысле, а всего лишь пробитие 7000 долларов, чтобы проторговать и получить профит. Вот шах и мат, ребятки. Ну, а с вами был Криптофатеев. Такие вот новости, такие вот у нас изменения по прогнозам. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok